Добрый день! Несколько дней назад уже началось то, что началось на Ближнем Востоке, это не первый арабо-израильский конфликт, это не первый конфликт с Хамас, но кажется на этот раз шок от варварства, что ли, от всех тех кадров, которые распространились по интернету. Он дал какой-то, не знаю, очень сильный медиаэффект. И все сейчас обсуждают конфликт, что там происходит, все за кого-то болеют, по крайней мере в социальных сетях. Но углубиться в суть, понять, что это, почему это сейчас началось, как будто и времени нет от потока новостного и видео и аудиоконтента. Вот, и в связи с этим мой первый вопрос к вам, как политолог. Почему Хамас начали это сейчас и где корни конфликта? Что он из себя представляет? Времени, правда, нет. В общем, такого рода передачи, а тем более, если тексты надо организовывать через год-другой после того, что случилось. Я понимаю, что я говорю с журналистом, и так невозможно для журналистов. Но мы находимся внутри незавершенного процесса, и, конечно же, об очень многих вещах судить сложно. Кроме того, тематика такая, которая очень сильно закрыта. Во-первых, понятно, что Хамас готовился к этой операции довольно давно. Довольно давно, судя по всему, очень тщательно, судя по всему, с какой-то внешней поддержкой. И, судя по всему, с гигантской секретностью ее удалось сохранить до самого конца и сделать это нападение неожиданным. Ну, и так далее. Да, и все это закрыто. Кроме того, мы, как и во время любой войны, мы видим два, на самом деле, больше, но два главных потока информационной войны. Ну, да, про-израильский и про-полистический. Да, мы, во-первых, видим израильский и назовем его арабский. Он идет не только из, собственно, Палестины, а, может быть, не столько из, собственно, Палестины. Но мы видим и другие, мы видим разные виды и типы европейского, консервативный, так сказать, либеральный, все слова в кавычках, да, естественно. Мы видим американский поток, мы видим российский поток специфический и так далее. Ну, некоторые из них это просто свидетельство каких-то процессов, происходящих в этих странах, а некоторые из них это элементы информационной войны, иранские, кстати, и так далее. То есть, вот, судить сложно. Ну, спросили, попробую отвечать, да, почему сейчас и почему это случилось? Ну, во-первых, это действительно не похоже на то, что происходило раньше. Последний раз такого размера, такой размерности война была, пожалуй, что 50 лет назад, собственно, это юбилей, да, так называемый, Йом-Кипур-Вор или Война Судного Дня. По количеству людей, погибших в один день, это тоже, ну, рекорд, слово нехорошее в кавычках, но приходится говорить, да, такого не было очень давно. Ну, зверства всякие, вот, все то, о чем вы говорите, то, что показывается, это, то, что выбрасываете в сеть, это тоже происходило все время, но, конечно, сейчас размерность этого принципиально отличается практически впервые, да. И, конечно, хамасовцы предполагали захватить, я не знаю, израильские города или там идти в центр Израиля, но то, что они хотели сделать, очевидно. Им удалось. Почему это вообще произошло? Ну, знаете, у нас же есть время, да, я попробую сказать, вот, фундамент этого всего дела. Очень часто люди далекие, как вот эти самые ваши в социальных сетях, которые болеют за того или за другого, в зависимости от того, какую картинку увидели или какие у них там внутренние какие-то сентименты по поводу евреев или арабов, мусульман или израильтян там и так далее. Контекст разный бывает в случае разных конфликтов. Надо понимать, что, ну, обычно мы привыкли к тому, что бывают конфликты, ну, типа, скажем, украинского, да, в которых есть, в которых в этих конфликтах есть авторитарные какие-то властители, которые время от времени принимают какие-то решения. Есть элиты, которые тоже принимают какие-то решения, да, соответствующие. Мы привыкли к тому, что эти элиты принимают эти решения, они вообще становятся авторитарными и садятся в свои кресла, потому что они хотят достичь, ну, словно говорят, там, я не знаю, мраморных дворцов и тонн икры. Метафора, конечно, ну, в общем, понятно, да, достичь благосостояния, власти вот всего того, что есть у людей, которые приходят в авторитарных странах к власти. В случае таких людей есть некоторая степень рационализации того, что происходит. То есть, с ними, с этими людьми можно пытаться разговаривать. Если им угрожать, то им можно каким-то образом угрожать, чтобы они не делали чего-то. Если они понимают заранее, что то, что они собираются совершить, например, война, она не может привести к победоносному результату, а война Хамаса вне всякого сомнения такова, в военном смысле Хамас победить не может. То есть, им есть, что терять? Да, очевидно. Всем есть, что терять. Но эти люди, которые вот классические, которых я описываю, которые чаще всего бывают где угодно на свете, от Африки до, я не знаю, до постсоветского пространства, то они этого не делают. Они могут ошибиться, они могут не рассчитать свои возможности, но на совершенно безумные поступки, которые приведут к тому, что это будет вред, в том числе и для них самих, они этого не делают, этого обычно не происходит. И с такого рода конфликтами есть технология работы. И, кстати, мы, может быть, вернемся потом, если вы захотите задать вопрос, потому что Израиль действовал, исходя именно из этой парадигмы. У них была специальная доктрина сдерживания Хамаса, которая исходила из этой парадигмы. Когда выходишь за пределы красных линий и так далее, наказывая, если не выходишь, то живешь с надеждой на то, что это когда-нибудь как-нибудь во что-нибудь переродится. Надежда, между прочим, не совершенно нулевой, потому что в других частях Палестины иногда это работало. Но неважно, вернемся назад. Вот это психология, которая сидит, ну, наверное, у всех вот этих ваших, которые смотрят в соцсетях и выражают свое мнение. С этой точки зрения понять этот конфликт чрезвычайно сложно, потому что мраморные дворцы у элит Хамаса были. Были? Да, конечно. Газа выглядит, кстати, вполне прилично, не как там Люксембург, да. Ну, там вполне приличные дома, высотные дома, там очень большая скучность, но, в общем, это не так, чтобы разваленный уровень жизни в Газе выше, чем в очень многих арабских странах, например, в соседних. И, кроме того, жителям Газа очень многим можно, в общем, не работать. Газа, Газа, это не про экономику, это про субсидии. Ну, неважно, еще раз, вернемся, если нужно. Но тут мы видим поведение, которое выпадает из нашей картины мира. Ну, вот, как это было там с Усамом Медланом, да, у него были мраморные дворцы от рождения. Он родился в семье, у которой были сотни миллионов долларов, причем тех долларов тогда. И он мог спокойно продолжать вот эту вот самую жизнь и купаться. То есть назвать его бедным маргиналом, которому нечего делать, его нельзя было, да. Он мог купаться в золоте, принимать джакузи, гулять, я не знаю, с женщинами, ездить по миру, сколько угодно. Он все это отдал и, в конце концов, отдал свою жизнь для того, чтобы шастать по каким-то пещерам в Афганистане, потому что ценностью для этого человека было, ну, условно говоря, как это называется, убийство христиан, борьба про джиад. Причем джиад, он тоже разный бывает, да, ну, вот такой джиад, которым он занимался, малый джиад, это называется. Вот тут, во-первых, с такими людьми чрезвычайно трудно что-то сделать, потому что, ну, чем можно пригрозить самой большой человеку, кроме, там, бедности и нищеты, жизнь отдать. Хотя он, в общем, жизнь готов отдать. И не купишь. И не купишь. И это в случае Хамаса совершенно вот так выпукло видно, что, ну, люди начали войну, которая самоубийственна, очевидным образом самоубийственна. Они могут выиграть в своих глазах, они могут быть выиграть в глазах того, что в Израиле принято называть арабской улицей, ну, то есть арабов там проживающих. В глазах исламского мира, я не знаю, как угодно, да, но это тот выигрыш, который... Наша любимая Баруя Канхахтанак. Нет, хуже, потому что Баруя Канхахтанак, он к чему-то, вот, простая победа, она к чему-то приводит, да, к какому-то виду победы. А тут эти люди, они называют шахидами себя, то есть людьми, которые погибли, просто вот погибли. Это само по себе является ценностью. Вы знаете, был какой-то скандал давно, в 2000-х годах, когда только-только Хабас пришел к власти, причем скандал начался забавным образом. Компании или, как они называются, я не знаю, агентства, которые являются собственниками изображений всяких мультяшных героев, Бикки Мауса, там, я не знаю, какие-то там, они еще были, ну, вот, детских вот этих героев всяких. Они обратили внимание на то, что в секторе газа идут какие-то мультики, вот, с картинкой, с этими героями, а никто никому ничего не платил, и как-то это все неофициально существует. Начали копаться, и в процессе копания ужаснулись, потому что выяснилось, что эти вот всякие Бикки Маусы, и как они там, Макдаки, вот эти все герои, они детишкам нежного возраста говорят о том, как надо убивать евреев. Вот это вот, это же, ну, система воспитания там была поставлена таким образом, ну, а как раз сейчас вот примерно то поколение, которое вот эти мультики посмотрело в возрасте трех лет, а после этого еще долго чему-то там училось, да. Это первое. Первая вот основа людей, люди, которые, я не говорю, конечно, о всем населении газа, я говорю о тех людях, которые сражаются, о тех людях, которые убирают, и о тех людях, которые принимают решения, для них самоценностью является убивать евреев, избавить. Мне это что-то напоминает. Да-да, напоминает, ну, может быть, в гораздо более чистом виде. Как не средство, а цель, да, чтобы их не было, ведь в отличие от Палестины, в смысле вот Западного Америка, реки Ордан, Аббаса и так далее, которые, ну, там как-то не поймешь, они признают право Израиля на существование или нет, но, в общем, официально скорее признают, то эти люди говорят, что Израиля должно не быть просто. Не то, что дайте нам в границах там какого-то года, нет, просто Израиля должно не быть. Ведь это официальная идеология Хамаса. Это такая глобальная причина, это бэкграунд. Второй бэкграунд, это, ну, нужно понимать, что из себя представляет Хамас. Это чуть-чуть больше, примерно территория Еревана, населенная примерно населением Армении. Чрезвычайно скучно, без экономики. Туда даже вода, свет, все вот это электричество, все поступает из Израиля. Они заперты, они заперты даже от Египта, с которым у них есть границы. Экономики там, в общем, нет. Живет это все до различного типа и вида субсидий. Эти субсидии разные от субсидий от арабских стран, до субсидий от международного сообщества, давайте так назовем, на это дело. Делать там, ну, в общем, грубо говоря, совершенно нечего. Перспектив у людей, которые там родились, очень немного. Выбраться оттуда сложно. Соответственно, вот эта вот безысходность, а это ведь на протяжении десятилетий, люди так рождаются и умирают. Там дедушки этих людей жили примерно в такой ситуации. Ну, еще она и ухудшалась все это время. И, в общем, вот эта безысходность, видимо, приводит к появлению какого-то специфического типа людей, которые вот готовы это делать. Не надо относиться к этому с пренебрежением. Ну, все цифры, которые сейчас называют, я не склонен всем этим цифрам верить, потому что понятно, что все это часть информационной войны, пропаганды и так далее. Но, в общем, говорят о десятках тысяч людей в армии. Это настоящая армия с командованием, с учебными заведениями, с техникой. Именно поэтому так долго не начинается в том числе, может быть, в основном штурм газа, потому что там создан подземный город фактически. Под газой, под всем этим, под всей этой территорией есть подземные города с дорогами, с бункерами, с какими-то тюрьмами, с складами и так далее, и так далее. По этим городам можно передвигаться. Некоторые из них, говорят некоторые исследователи, до такой глубины, которые не могут брать специфические бомбы. У американцев есть бомбы, которые до 30-40 метров могут эти подземные сооружения разрушать, а там вроде бы как до 60 и больше. Некоторые, они выходят наружу, там, ну и так далее. То есть вот это все говорит о довольно серьезной подготовке. Кроме того, очень долгое время, ну, Израиль фактически охмуряли, да? То есть вот в Израиле были надежды на то, что ну вот оно как-то там успокаивается, и была вот эта самая доктрина сдерживания. И вот в таком виде это существовало. И последнее, третье, что я скажу, почему именно сейчас? Дело в том, что этот конфликт все меньше, ему меньше можно называть еврейско-арабским или израильско-арабским. Потому что Израилю постепенно, медленно, постепенно, но удается каким-то образом нормализовывать свои отношения с арабскими странами. Это довольно... Первым был Египет, но потом был недавно, они делимитацию границы с Ливаном проводили, это происходило с Иорданией, ну и так далее. А сейчас пошел Персидский залив, пошли богатые страны Персидского залива, Эмираты, и вот шел процесс Саудовской Аравии, вот-вот уже должны были заключать дипломатические отношения, а работают они вместе уже достаточно давно, и израильские самолеты пролетают на Саудовской Аравии, чего не было раньше, и так далее. Это как раз те страны, которые спонсируют в том числе и Хамас. И очевидно, что палестинское сопротивление должно было остаться рано или поздно изолированным, оно должно было остаться в одиночестве. Остальные арабские страны, при всех нужных словах, которые они говорят, и говорили, и будут говорить, перестали бы до такой степени реально поддерживать палестинцев, и это, конечно, был бы кошмар, потому что понятно, что без внешней поддержки эта вся конфигурация сохраниться не может. Дело в том, что арабские страны, страны, окружающие Израиль, они давно поняли, это же государство, государство, в общем, с какими-то там традициями, они давно поняли, что справиться с Израилем военным путем они не могут даже все вместе. Так было в 47-48 году в войне за независимость, так было в 67-м году, да и позже в тех войнах, в которых Израиль был не так успешен, но все равно отбиваться он всегда мог. Техническое превосходство серьезное, армия достаточно серьезная, конечно же, у нас преувеличиваются ее параметры какие-то, но в общем все равно для этого места, что они с этим не справятся, а значит это невозможно делать, да, как бы. А раз так, то нужно сделать так, чтобы этот процесс сорвать. Он в огромной степени, мы, конечно, еще посмотрим, это зависит от того, как будет развиваться, но он в огромной степени сорван. Ближний Восток изменится после того, что произошло, но как минимум временно, и как минимум на сегодняшний день говорить о том, что Израиль-Саудовская Аравия может дипломатические отношения устанавливать сложно, особенно если израильцане войдут на территорию Газы, потому что, ну, при любых вариантах, при наземной операции, это превратится в кровавый кошмар. И это, вот, сочетание этих причин, оно привело к тому, что случилось, то, что случилось, извините за очень длинный ответ. У меня несколько таких уточняющих вопросов. А как туда приводилось вот оружие? Вы говорили о том, что там своя армия, столько оружия, есть ли закрыта Газа Саудовская Аравия? Ну, не знаю, думаю, что по-разному. Думаю уже, ну, понятно, да, что такие вещи не могут быть открытыми. Ну, очевидно, что это может делаться с моря, очевидно, что это может делаться по вот этим самым подземным туннелям, эти подземные туннели есть, в том числе и в Египет. Очевидно, что некоторые виды производства есть там, там есть заводы, на которых производят. Удивительная вещь, кстати, была рекламный ролик Хабасовский, я его смотрел, и он выглядел таким образом, ну, вот как делают косемы, а потом их запускают. Начинался этот ролик с того, как люди выкапывали трубы, водопроводные трубы, да, эти водопроводные, вот косем – это же труба, в которую снаряды пуляют. Косем, ну, вот эти вот, не косем, ну, вот те, те, те орудия, которые они делали, да, из которых они выпускали ракеты, чрезвычайно неэффективное оружие. Им невозможно управлять, непонятно, куда эта штука летит. Большую часть своим железным куполом израильтяне сбивают. То, что долетает, оно долетает до каких-то, там пустынь, и падает в каких-то садах. То, что долетает до домов, так как нет никакой прицельности, никакой возможности этого делать, оно чаще всего не причиняет вреда, что-то разрушает. То, что долетает и действительно убивает какую-нибудь старушку или какого-нибудь мужика, или какую-нибудь там женщину, или ребенку, у этого эффективность настолько мала, что просто даже неудобно говорить, водопроводные трубы выпиливают, вытаскивают. У людей в результате этого нет воды в том регионе, в котором она понятна, насколько важна регион, это пустынно очень. Ради того, чтобы стрелять тысячами вот этих вот штук, для того, чтобы, может быть, убить одного, какого-нибудь, более-менее, мирного еврея. Вот таким образом вот устроено. Но это производят там, так что я думаю, что разными путями поступают. Что будет, на ваш взгляд? Есть ли опасность, что конфликт превратится в более широкий региональный конфликт, учитывая, что вот Сирия, кажется, и Ливан не очень далеки от конфликта. Есть какие-то сообщения из Ливана, что стреляют тоже в этом направлении. Может ли это превратиться в региональную огромную мясорубку? В огромную не думаю. В региональную, да. Ливан, это Сирия, как государство, воевать сейчас не способна. Это не серьезно. Какие-то локальные там вещи теоретически можно себе представить, но у Сирии, что бы там кто ни говорил, у них достаточно проблемы себя. Что касается Ливана, это не Ливана, это же Хозбаллах. Хозбаллах это организация, которая в Ливане есть, и которая базируется на юге, извиняюсь, в Ливане, но оговорка по Фрейду, потому что Хозбаллах это организация, которая военизированная организация, ЧВК, да, это называется, которая финансируется иранцами. Представить себе, собственно, это уже есть, они оттуда уже стреляют, представить себе какую-нибудь войну с Хозбаллах можно, но она тоже будет локальна. Это будет ближневосточного такого разбаха, но не более того. Именно для этого сейчас идет вся эта бодяга вокруг американских кораблей, которые туда подходят, вокруг законов, которые принимаются в Америке, специально вокруг американских военнослужащих, которые поступают в Израиль. Это все на самом деле делается не для того, чтобы воевать с Хамасом в Газии, это американцам не должны сами делать, а для того, чтобы предотвратить удары с территории собственно Ирана. Мне кажется, что в Иране это должны достаточно четко понимать, потому что реакция понятна какой будет. В этом случае это превратится в огромную проблему мирового масштаба. Но я думаю, что именно поэтому, что это так, это и не случится. Ну вот, юг Левада, пожалуй, что? Может быть, какие-то территории на западном берегу, на севере, в израильском контексте иудеи и самари это называют в Европе обычно западным берегом. Ну вот, может случиться что-то. Денини там и так далее. Но, чтобы это прям превратилось в третью мировую войну, нет, я так не думаю. Но, повторюсь, если и когда введут войска в газу, это будет чрезвычайно серьезно само по себе. Кстати, а какие вообще перспективы у Израиля? То есть, ввести войска в газу, понятно, что ты вмешиваешься в достаточно долгую мясорубку, из которой непонятно, каким ты выйдешь сам. Я уж не говорю о результатах того, что ты степишь. Хороший вопрос. С такими врагами, для которых сама цель просто убивать тебя, а не убивать для чего-то. То есть, что будет этой страной? Это же хорошая политическая дилемма. Это хороший вопрос, и это хороший вопрос именно ко мне, я думаю, к политологам, а не к специалистам по безопасности, потому что, ну, я слежу, естественно, за тем, что происходит, и читаю, и с коллегами связываюсь везде, и со специалистами по региону. Практически все они оценивают военные возможности. Да. Это понятно, естественно, очень. С военными возможностями плохо. Израильская армия, конечно, гораздо мощнее, чем армия Хамас, даже если действительно в армии Хамас там 40 тысяч человек, то это не сравнить с израильской армией, но совершенно правильно говорите, да, куча туннелей, куча укреплений, это не всегда только о личностях. Кроме того, в Газе есть далеко не только Хамас. В Газе есть много организаций, которые занимаются примерно тем же более мелких, да и сам Хамас вполне себе сетевая организация, он может превращаться в такую сетевую гирилью, а с такого рода вещами чрезвычайно трудно сладить военными методами, да, когда децентрализовывается управление, вот ты погашаешь, убиваешь, предположим, да, все руководство, но оно рассыпается на много маленьких руководств, и в этих вот подземных городах, да еще при поддержке населения, которое там живет, и еще при таком количестве этого населения, там же население сравнимо с населением Израиля, ну, в два с чем-то раза меньше, то есть оно, в общем, сравнимо по потенциалу, это я говорю только о Газе, не о Западном береге, и это, в общем, очень серьезно, и это на неделе, как минимум, и это то, в чем невозможно избежать большой крови, а большая кровь, это уже, мы уже это видим, это мировое сообщество, которое будет говорить о том, что меры принимаются неравноценные, что это доказание мирного населения, а мирное население действительно будет погибать, учитывая, что там, кажется, 50% вообще детей, ну, молодых там очень высокая рождаемость, именно поэтому израильтяне сейчас пытаются сделать так, чтобы большинство этих людей ушло на юг сектора, только вопротив, понимаете, да, все это, расстояние эти, как это вот, как мне от моего дома доехать до этой студии, то есть, что значит на юг, а там на юге чего будет, а можно ли с юга опять вернуться на север по какому-нибудь подземному коридору, ну и так далее, то есть, это чрезвычайно сложная вещь. Можно, конечно, продолжать воевать с воздуха вот этими самыми бомбами, которые могут разбивать и входить, ну, во-первых, так победить все равно невозможно, рано или поздно придется вводить, а во-вторых, во-вторых, только с воздуха ты не сделаешь то, что хотят сделать израильтяне. Значит, что они хотят сделать реально? Они хотят ликвидировать Хамас как политическую и военную структуру, то есть, уничтожить руководство все, уничтожить военный потенциал, заводы, армию, там, вот это все, укрепления, вот это вот все просто уничтожить, раздолбовую, людей убить, там, или арестовать, а все эти укрепления ликвидировать, заводы все эти ликвидировать и так далее. Очевидно, изолировать газу еще строже, чем она была изолирована, может быть, сократить ее по территории севера для того, чтобы они не, буферную зону, причем буферную зону создать за счет газа, а не за счет территории, собственно, Израиля. Изолировать ее, видимо, думалось сначала об уменьшении населения газа, но Египет не пускает палестинцев на свою территорию. А зачем Египту эти люди нужны? Ну как, арабское братство? Про арабское братство говорить будут очень здорово и говорят уже прямо сейчас. А иметь около трех миллионов вот этих вот милых людей на своей территории в не самом богатом государстве мира и государства озабочены своими проблемами со своими исламистами, которые по сравнению с теми, которые придут из газа, это не урочки просто, это не самая большая мечта собственно ни одной арабской страны, Египта в том числе, поэтому не пускают. Соответственно, но даже вот я уйду с этой стези, которая не моя или не вполне моя или вполне не моя и предположим, что им все это удалось. Предположим, вот они отловили всех до одного командиров, всех до одного политических лидеров и раздолбали все заводы, пароходы и автоматы Калашникова или еще кого-нибудь. А что потом? Окупационная администрация? Ну, во-первых, они уже сказали, что они это делать не будут, во-вторых, им это не даст делать мировое сообщество, в-третьих, ну, это невозможно сделать с таким населением на такой территории. Основа-то для того, чтобы родился, возродился Хамас и родился мной новый Хамас или какой-нибудь не Хамас, а я не знаю, Самах или еще чего-нибудь, она же останется все равно. Вообще, огромный вопрос, можно ли уничтожить Хамас без геноцида? Ну, речь может идти не о геноциде, о этнической чистке, то есть, об изгнании этих людей оттуда, но я не могу себе представить в современном мире и в том мире, в той конкретной ситуации, что они могут действительно департамент, непонятно, сколько населения на самом деле, непонятно, там же, ну, непонятно, что переписи там, в общем, не очень проводятся, но от двух до трех миллионов, три миллиона депортировать, а куда и как? И кто их возьмет? Каким образом это сделать? И кто тебе это разрешит делать? Это же, в общем, практически невозможно. Тут ведь проблема в чем? Израилю не нужна эта территория. Они не хотят никакой, никакой сектор газа. Они из него ушли добровольно. если бы арабы сектора газа хотели бы построить свое государство, они бы давным-давно его построили, но они хотят совершенно другого, они хотят, чтобы не было Израиля. Больше, чем построить собственное государство. Так говорит еврейская пропаганда. Еврейская, в смысле израильская. Они говорят, это фраза, которая довольно популярна в Израиле, что если бы эти люди хотели как-то там достичь благосостояния себе больше, чем убивать нас, то они бы его достигли. В этом есть, конечно, большой такой пропагандистский запал, но в общем в большом смысле это имеет отношение к реальности, потому что, ну, я не знаю, какое государство можно построить на этой территории, но во всяком случае, если бы те деньги, которые шли, они же понятно на что шли, в том числе, как минимум, на вот эту подготовку, это очень серьезная вещь, то, что происходило. И вот если бы было не так, то может быть, можно было бы там что-нибудь попробовать развивать, хотя, повторюсь, территория не очень жизнеспособна сама по себе, но этого не происходит, и в этом смысле это же не исчезнет, люди же там останутся, каким-то образом эту ситуацию исправлять, как исправлять, пропаганду им организовывать, придумывать там каких-нибудь газинских кадыровых, которые будут контролировать эту газу и клясться в любви к еврейскому государству и к великому Нетаньяху, это чрезвычайно сложно представить. И не только потому, что арабы это не чеченцы, Израиль это не Россия, а потому, что соотношения совершенно другие. Какой бы был Кадыров, если бы чеченцев в России было бы миллионов и так 70. вот о чем разговор. Соответственно, я думаю, что политически, в военном смысле, наверное, я давайте так осторожно скажу, я не на 100% даже уверен в том, что наземная операция будет. Хотя, конечно, огромная вероятность того, что она будет, иначе правительство свалится, как минимум, в Израиле. Но даже есть, вот представим себе, что все это произошло, уже, вот говоря, не как безопасности, которым я не являюсь, а как политолог, я не представляю себя, как эту ситуацию можно таким образом решить. Понятно, что Израиль вынужден будет это сделать. Он сейчас должен в том или ином варианте раздолбать Хамас. Израиль попал в ситуацию очень серьезного, скажем так, унижения. Были показаны очень многие проблемы, которые есть в самом Израиле. То есть, это надо как бы отыграть. Но что делать потом, я думаю, что это и в Израиле не понимают. У военных то и есть план, они всегда есть. У военных приличных армий это всегда лежат на такой случай, на сякой случай, на наземную войну, на подземную войну. Что-то как-то есть, есть какая-то техника, есть люди обученные этому, может быть, не в таком размере, есть мобилизационный потенциал, ну, мы видим, как это все происходит, есть схемы удаления людей с той линии, с которой все это работает как-то, и это может все случиться, но я говорю, я не вижу выхода, даже если это все произойдет. И последний вопрос, более такой геополитический, есть мнение, что это все в том числе и результат ослабления или скорее ухода из Ближнего Востока Америки. Вы согласны с таким мнением? Ну, немножко в другом виде. Это все в огромной степени, это все это многочисленные конфликты, которые происходят по всему миру, и их исходы этих конфликтов, это все результат распада Ялтинской системы. Это результат, ведь уход, что такое уход Америки? Уход Америки это изменение структуры управления миром, которое строилось на биполярности. это я много раз об этом говорил в разных эфирах и даже писал сам. Добро пожаловать в дивный новый мир. Тот мир, который существовал между 44-45 годом и там концом 80-х, начало 90-х, Ялтинский мир, мир биполярной системы, Варшавский договор и НАТО. Это был мир, в котором были правила. Эти правила регулировались или обосновывались фундаментом этих правил были две ядерные державы, обе из которых могли уничтожить друг друга и весь остальной мир, гарантированно по несколько раз, кстати. И это приводило к доктрине сдерживания в рамках которых конфликты по всему миру, они обычно распределялись по принципу между СССР и Соединёнными Штатами или там Маршавский договор и НАТО. Все, буквально, израильско-палестинский, Никарагуа, Гренада, Вьетнам, Мозамбик, Ангол, кто угодно, Чехословакия, везде это было именно так. А это означало, что иногда менялись местами Сомали, Эфиопия, например, Афганистан, кстати, и так далее. Если один просоветский, другой должен быть антисоветским, а это означало, что есть некоторая степень управляемости. Эта управляемость исчезла или исчезает, начиная с распада Советского Союза. Этой системы больше нет, конфликты становятся гораздо более, все более и более региональными, стороны имеют возможность не ориентироваться на кого-то одного из двух, а они должны ориентироваться на кого-то пятерых из восьмидесяти. Оглядываться на того, кто рядом. Кто рядом, да, это мир региональных держав, это правда так. И это приводит к тому, что конфликтов А становится больше, Б они иногда становятся брутальнее, и В, они не такие руководимые из вот этих самых двух центров, двух центров уже нет. Бил в том, что построить моноцентричную структуру мира невозможно в принципе. Это не бывает, так не бывает, никогда не было. А полицентричную, это вот та самая мечта, которая имеет несчастье сбываться, полицентричную мы построили, причем инклюзия. Скажу последнее, ужасно мне кажущееся интересным, это не нечто новое, это возвращение к норме. Мир всегда был таким. Тот период, в котором мы существовали между 45-м и вот 89-м, давай за 91-м, это было исключение. В истории человечества таких периодов еще не было никогда. И вот когда он был уникален, мир Ялтинской системы был уникален, и когда он, случалось такое, что были какие-то союзы такие, ну, там концерт после окончания Наполеоновских войн, например, вот когда были Вестфальский мир, ну, они были ограничены Европой обычно, но вот такого, чтобы была биполярная структура, такого не было никогда, мы вернулись в норму, добро пожаловать, мы опять в старом, добром 17 веке, в которых этих Палестина и Израилев было по Европе и по другим частям света просто вот хоть большой ложкой ешь. Хотя я сказала, что вот мой последний вопрос, но не могу не задать. дальше это мне только кажется или не знаю, может, вам тоже, что идеологии против, если их можно назвать идеологами, да, например, когда вы говорили о Хамасе, дегуманизации, мультиках и так далее, что убивать израильтянина, вот это есть цель. Мне кажется, или может быть потому, что я живу в Армении, что в нынешнем мире очень много вот таких идеологий против. Мы уничтожим что-то, мы не построим, да, как, например, социалисты, да, хотели что-то строить, а уничтожим что-то. Вы знаете, мы уходим уже из нашей темы. Я скажу это все, это очень интересно, но гораздо более глобально. глобальная тема. Мои коллеги, а наука моя, она очень математизированная, она так очень завязана на цифры, да, мои коллеги понимают, что степень насилия в мире глобально уменьшается. Нет, вам кажется. То есть войны становятся другими, основной тип войны сейчас это война внутри страны с поддержкой извне. Это основной тип войн, которые происходят сейчас в мире. Войны типа Второй мировой, Первой мировой, Наполеоновских войн и так далее, сейчас почти не случается. Среднее количество людей, которые погибают сейчас на войнах, они становятся все меньше и меньше. Не только на войнах, есть некоторые загадки, их вообще становятся жертвы становятся меньше, преступность, вот тех людей, которые убивают в каких-то стычках, бандитских разборках и так далее, и так далее. Вот то, что все, что дают нам медиа и социальные сети, это, конечно, становится гораздо меньше, чем это было раньше. Есть некоторые, местные, ну, посудите, ну, давайте так, при всем, ну, я обязан быть циничным, работа такая, да, когда ты что-то оцениваешь, ну, давайте, ну, там, в первый день погибло 1400 человек, как вы думаете, сколько человек умирало каждый день во время Второй мировой войны? О, ну, там, огромные цифры. Во время Первой мировой войны, во время войн, вели, там, во время, в то время, когда англичане завоевывали Индию, например. Мы говорим о переселении людей, о депортациях людей. Знаете, да, самое большое переселение людей, когда было за историю человечества? Это во время раздела Индии и Пакистана. Около 20 миллионов людей было этнически почищено, да, вот, обмен мусульман на индуистов, там, ну, и так далее. То есть, нет, в целом мир идёт в другом направлении. Но в мире есть некоторые лакуны, некоторые места, господин Хантингтон называл это столкновением цивилизации, или не вполне это, но, в общем, есть некоторые места, в которых всё довольно остро. Есть израильская исследовательница, которая писала о том, что границы Израиля, конечно, будут приняты арабским миром, потому что, ну, Ближний Восток привыкает к границам, но, говорила она, для этого нужно лет 200, Ближний Восток привыкает к границам лет за 200, а прошло всего 67 лет. Причём не только к израильским, но и к своим границам. К своим границам, конечно, это же тоже так, но мы же видели и Ирак, и всё, что угодно мы видим. Соответственно, ну, в общем, можно и так думать, да. И в этом смысле, ну, то, что происходит, оно, конечно же, ужасающе, конечно, всё понятно, это просто смотреть невозможно, но, но вот то, что я сказал, тоже, тоже имеет место быть. В целом, мир становится не таким, каким он был, каким он был при Монголах, да, он другой. Спасибо. Спасибо вам.